Работник ЗАГСа – это человек, который встречает вас на совершенно разных этапах вашей жизни. Он разделяет с вами минуты самого большого счастья. Он ведет некоторого рода хронологию вашей жизни от самого момента ее начала. Для работника в отдела ЗАГС Брестского горосполкома заканчивается очередной год. Он был непростым в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, но есть и положительные моменты. У нас в этом году количество браков будет больше по сравнению с прошлым годом. Что касаемо по рождаемости и по количеству новорожденных деток, которые у нас регистрируются, то я думаю, что до конца года мы обязательно догоним ту цифру, которая была в конце прошлого года. Сегодня еще у нас немножечко, чуточку меньше, мы отстаем. Но у нас приходят ежедневно родители на регистрацию новорожденных, и мы выдаем первые документы нашим малышам. Поэтому до конца года цифру, я думаю, что мы догоним. Радует еще то, что в этом году у нас уменьшилось количество расторжений браков по обоюдному согласию супругов. Это тоже, я считаю, что положительная тенденция. Такой позитивный результат во многом заслуга самих работников ЗАГСа. Ведь они являются последней инстанцией, куда приходят люди расторгать брак. И от того, как они поведут себя, во многом зависит результат. Каждый сотрудник, словно психолог, пытается нащупать верные струнки души клиента. Многие приходят через неделю, через две. Они приходят после подачи заявления и говорят, что вот у нас все-таки жизнь наладится. Наверное, нам нужно отказаться от расторжения брака. Они приходят и говорят, мы не придем на развод, нам нужно аннулировать заявление. Кого-то мы, наверное, в первый день выступаем как психологи-медиаторы. После общения с ними люди уходят от нас и говорят, хорошо, мы еще подумаем. Кто-то уходит и уже к нам не возвращается. ЗАГС расшифровывается как запись акта гражданского состояния. Этим и занимаются его сотрудники. Помимо заключения и расторжения брака, в их обязанности входит огромный перечень задач, напрямую связанных с жизнью человека в разных ее аспектах. К нам обращаются граждане за выдачу повторного свидетельства, если вдруг утеряли. Или у нас бывают иностранные граждане, которые хотят получить свой дубликат, чтобы завести за пределами Республики Беларусь, вывести. Соответственно, мы выдаем архивные справки о заключении брака, если граждане, допустим, расторгли брак. Очень много обращаются граждане, которые от нотариусов приходят. Необходимо подтверждение родственных отношений. Также к нам приходят граждане, которые желают вступить в брак за пределами Республики Беларусь. Мы стараемся выполнять в кратчайшие сроки, то есть не установлены законодательством 7 дней. Стараемся людей удовлетворить те потребности, которые они от нас хотят получить. Но, соответственно, мы стараемся относиться к людям со всем уважением, по-человечески. Потому что мы тоже люди, тоже обращаемся к какие-то государственные органы. Конечно, самым радостным событием во все времена остается рождение детей, регистрация которых – одна из самых приятных процедур отдела ЗАГС Брестского горосполкома. Каждый год у нас рождается мальчика всегда больше, чем девочек. И самое интересное и почетное то, что в этом году, в 2021 году, мы зарегистрировали тройню. Тоже редкое явление. Многодетных семей больше стало. Особенно в семье больше родилось трое детей, четверо. И даже девятого ребеночка регистрировали родители. Работникам ЗАГСа присущи особые профессиональные человеческие качества, которые помогают достойно выполнять служебный долг. Нельзя быть в этой профессии и любить ее, не понимая и не умея общаться с людьми. Здесь действительно важно обладать душевной теплотой и способностью к сопереживанию. Вручаем вам свидетельство о рождении, самый первый и главный документ в жизни. Поздравляем вас искренне. Растите здоровое и счастливое. В полной семье, с мамой и папой, в преддверии Нового года мы желаем вам только счастья, крепкого здоровья, благополучия. Не забывайте к нам дорогу. Приходите только по хорошему поводу. Спасибо большое. Пожалуйста. Всего хорошего. До свидания.